Делл купила ЕМС. Зачем компания совершила эту сделку? Обсуждаем с Дэвидом Шпрайтом из Делл. Мне очень тяжело это комментировать. Некоторые аналитики говорят, что мой инвестиционный портфель со временем будет расширяться. Другие говорят, что он придет в упадок. Почему именно ЕМС? По какой причине вы решили совершить эту дорогую покупку? Делл и ЕМС – это два успешных франчайзинга в сфере информационных технологий. Каждый из них отличается спецификацией, линейкой продуктов и клиентской базой. Объединение этих двух компаний приводит к созданию единого бренда с замечательным позиционированием на рынке, который может обслужить индустрию, которая оценивается в 2 триллиона долларов. Особенно обслужить весьма привлекательно развивающиеся сегменты. Основная часть бизнеса ЕМС заключается в хранении и создании виртуальной среды. А Делл добился больших успехов в создании персональных компьютеров и в предоставлении услуг. Объединение этих двух компаний создает единую сильную команду, которая предоставляет полный спектр IT-решений. Сколько времени уйдет на объединение компаний и будет это слиянием или поглощением? Увидим мы одну компанию или вы будете работать отдельно? Изначально мы говорили о том, что Делл поглотит ЕМС, поэтому это поглощение. Завершение сделки состоится в третьем финансовом квартале компании Делл. Начало сделки состоялось в четвертом финансовом квартале. Полный цикл таким образом занял практически целый год. До момента завершения компании будут функционировать отдельно со своими собственными клиентскими базами и линейкой продуктов. Это сделка самая крупная в индустрии информационных технологий. Мы понимаем, что как в Делл, так и в ЕМС полностью сформирован руководящий состав. Именно эти команды ведут переговоры и составляют финальные условия соглашения и завершения слияния. Их цель – убедиться в том, что после завершения полного цикла новоиспеченная компания сможет функционировать как единое целое. Но аналитики рынка утверждают, что это две огромные компании с разной бизнес-культурой. Я бы не сказал, что компании уж так сильно отличаются в плане корпоративной культуры. Мы купили американские компании с очень сильными финансовыми показателями и консервативным подходом к управлению финансами. Обе компании генерируют большие потоки ликвидности, что очевидно поможет нам уменьшить долю заемных средств в операционном капитале. С точки зрения кадровых ресурсов, обе компании имеют отличную репутацию по найму и удержанию сотрудников. Большое количество опрошенных потребителей говорят, что даже им будет проще работать, ведь это уже один вендор и одна компания. Что вы скажете о такой перспективе? Я уже начал говорить о линейке продуктов. В этом плане обе компании дополняют друг друга. В плане клиентской базы Dell нацелен на алиментированную аудиторию. EMC, как мы знаем, нацелен на более широкий круг потребителей. Объединение двух компаний позволяет покрыть широкий сегмент рынка от малого до крупного бизнеса. Недавно был проведен опрос. Клиентам EMC и Dell задали один вопрос. Принесет ли объединение компаний ощутимые выгоды бизнесу? Согласно результатам, более 75% клиентов считают, что получат выгоду от объединения. Многие компании из отрасли говорят, что это, пожалуй, одна из самых дорогих сделок в IT за последние 10-20 лет. Будут ли другие сделки? Dell кого-то купит? Эта сделка не одна из самых крупных. Она самая крупная в IT-индустрии. Изначально Dell была частной компанией. Таковой остается по сей день. Это давало нам возможность принимать быстрые решения, в частности касательно инвестиций, которые бы принесли пользу нашим клиентам и расширили бы линейку продуктов. Мы постоянно ищем новые возможности для поглощения. За последние пару лет мы потратили более 18 миллиардов долларов на приобретение 22-25 компаний. Я полностью уверен, что Майкл Dell и его команда управленцев не рассматривают EMC как завершающий этап поглощений. Что изменится для Dell после поглощения EMC? Мы совершенно точно сможем лучше обслуживать наших клиентов благодаря расширенной линейке продуктов. Как я уже сказал, рынок информационных технологий оценивается в 2 триллиона долларов, и в нем есть очень привлекательные развивающиеся сегменты. Мы говорим о дигитальной революции, о создании виртуальной среды, о запрограммированных центрах обработки и хранения данных, о безопасности, о мобильности. После слияния мы будем лучше оснащены. Что насчет видения потребителя компании? Изменится ли он? Будет это только бизнес или и масс-маркет? Наша линейка продуктов покрывает все, от персонального компьютера до центра обработки и хранения данных. Наша компания, как и раньше, фокусируется на разработке персональных компьютеров, хотя на рынке ходит множество слухов, что Dell больше не будет этим заниматься. Разработка персональных компьютеров для нас так же важна, как всегда была и будет. Это ведь конечная цель всего спектра решений, предлагаемых нашей компанией. Лучшие технологии, больше клиентов и больше прибыли. Таковы перспективы развития компании Dell, считает Дэвид Шпрайт из Dell. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Хулебаба, специально для Dukascopy TV из Киева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!